Да как это вообще можно было сделать? Как ты мог у меня украсть? Сто две тысячи рублей! Да это не сто два рубля, а не каких-то там на пирожок! Сто две тысячи рублей! Зачем, Тима? А зачем ты ему компьютерное отдала? Друг, если ты мечтаешь снимать ролики антигрифишовые, получить золотую и серебряную кнопку эту туп, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Седжо Крафт! У тебя будет доступ ко всем регионам, Грифер! Ты сможешь сделать себе префиксок у меня! Или придумать любой другой префикс, например, префикс антигриф! Вырежи топориком полдома, Грифер! Ты даже сможешь превратиться в любого моба! Например, стать эндерменом! Грифер даже не поймет, что вы настоящий игрок! Напиши на весь сервер, чтобы игроки ломали дом Грифера! И наблюдая, как игроки просто крушат этот дом! А самое главное, ты сможешь посадить Грифера в тюрьму нашего сервера! Ты сможешь вычислить IP Грифера с помощью команды Син! Прописываем эту команду, и нам выдается настоящий IP-адрес Грифера, с помощью которого мы можем просто троллить его! Ну и забанить Грифера от имени Консоль! Привилегию владели сферы мы создали специально, чтобы снимали ролики анти-Грифер-шоу! На неё как раз сейчас действуют скидки! 97% осталось и ролик с 24 часа! Не упускай свою возможность! И заходи на северную серверу! Я же сказала, он вернёт себя! Я вернул, вот, я вернул компьютер сегодня, Дима! От этого я хотела играть! И что, теперь нужно было воровать деньги у матери? Ты представляешь, что я на всех уже думала? Я и папу твоего измучила! Я и бабушку измучила! Я уже не знала, кто сюда пришёл и взял эти деньги! Сынок, я меньше всего думала, что это ты взял! Как ты мог взять? Ну как ты меня мог вот так вот взять и подставить? Сто, две тысячи рублей? Как? Не переживайте! Пришёл незнакомый человек, и ты ему отдала компьютер! Ну, во-первых, он не незнакомый человек! Я так понимаю, вы уже хорошо знакомы с ним были! По вашему внутреннему... То, что я от него слышал... Что ты ему отдашь компьютер? Но мы же говорили, что он тебе его вернёт! Зачем было воровать деньги? И мстить мне? Ты так решил мне отомстить? Да! И что ты хотел этим получить? Смотрите, я даже хочу, чтобы вы... То есть, понимали, в чём дело, да? Я хочу показать, вот, я всё заготовил. Вот, смотрите, видите, сайт? Сержу, Сержу Крафт, видите? Так. Вот, смотрите, здесь есть привилегии разные. Это мой сайт. И видите, вот три владели сервера, видите? Она стоит 500 рублей. Но это сейчас, по скидке. Он накупил на 102 тысячи рублей, получается, сколько там? 17 владельцев без скидки по 6 тысяч рублей. Сынок, Анти, зачем? Тебе зачем столько много? Ну ладно, я понимаю, там, захотел что-то купить в игре своё, что-то сделать. Ну куда их столько много-то? Я не знаю, он... Зачем было мой компьютер отдавать? То есть, получается, что надо было матери измотать все нервы, украсть деньги, пусть мать не спит ночами, но надо было сделать так, чтобы матери было плохо. Потому что плохо тебе, что нет компьютера. Просто смотрите, посмотрите, как всё было. Он же... Плохо мне, плохо. Дима, подожди, ты покупал уже владельца, правильно? Один раз у меня. Я просто сверил. Он покупал всё с киви, с киви кошелька, номер есть. Я просто сверил, откуда все платежи идут. Там получилось 17 платежей, 17 владельцев, и все они с одного номера. То есть, это ребёнок. Это его номер. Пошёл, вот эту кипу денег, вставил в банкоматы, и всё вот так вот произошло. Подождите, я не могу под камеры показывать. Сейчас, смотрите. Смотрите. Его... Это ваш номер телефон? Вообще зачем опять снимать? Подождите, подождите. Это же... Зачем ты опять снимаешь? Я снимаю, потому что... Я снимаю, потому что, Дима, так нельзя... Так, Дима, всё, успокойся. Ты слишком провинился. Сначала ты играл в тебя, ты деньги украл. Да, это нормально. То есть, номер... Тебе интересно посмотреть скандал? И чтобы это другие люди увидели? Нет, ну как это хотел, сынок? Ты как хотел, чтобы все молча тебя по головушке погладили, вот так вот и всё? Ты сто тысяч у мамы украл, ты понимаешь? Сто... Сто две... Две тысячи я что-то выкинул. Почему люди должны об этом знать? Очень интересно. Он не понимает. Он не понимает. Он не понимает в том, что он сто... Сто две тысячи украл. И у мамы своей, ты понимаешь, нет? Сто две тысячи. Она работала, чтобы... Ты знаешь, какие зарплаты у нас вообще у всех? Знаешь, сколько надо это зарабатывать? Тебе не жалко маму? Что ты делаешь вообще? Тебе не жалко? Подумай, Дим. Ну подумай. Сто две тысячи. Ты купил на сто две тысячи. У тебя мама плачет почти. Так, ну хорошо, ладно. Смотрите. Ругать это можно бесконечно. Это можно бесконечно. Да, смотрите. Но надо что-то делать. Как теперь... Как вот... Что теперь делать? Как теперь вернуть эти деньги? Сынок, мы жить-то как будем теперь? Ирина Витальевна. Витальевна, да? Я же ничего не... Я сейчас на эмоциях. Смотрите. У нас сейчас Новый год. Вообще близится. У нас люди... Вообще нельзя себя так вести. Надо быть человечными. Я принес с собой... Я принес с собой сто... Сто две тысячи. Ровно. Посмотрите. Это деньги я безналичил. Это ровно та сумма, которую он у вас украл. И вложил мне на счет. Вот эти деньги. Реально. Посмотрите. Здесь их сто две тысячи. Это не липо. Я не могу их себе взять. Потому что я знаю, что они не мои. Мы с вами тем более видели. Вы мне возвращаете деньги. Я возвращ... Ну как вы представляете себе, что я могу просто взять себе и их присвоить. Добавить вас в черный список там и вас... Я не такой человек. Мне это не надо. Дима, я возвращаю деньги. Ты зачем? Ты что делаешь? Это же настоящие деньги. Ты что творишь-то? Человек деньги назад вернул в семью. А ты дальше продолжаешь. И для чего я это все делал? Вот это уже большущий вопрос. Мы с тобой будем об этом долго разговаривать. Ну возьмите, Ирина. Спасибо. Да не трогай. Дима, Дима, это настоящие... Ты что делаешь? Спокойно. Я тебе вернул компьютер даже, Дима. Прошло две недели. Ты две недели. В общем, дуй свою в комнату, будем с тобой дальше разговаривать позже. Ну пошли вы. А мне вот вопрос. Ирина, а как он, если у него нет доступа к компьютеру, как он вложил-то? Так. Он куда-то ходит там, к друзьям, что-то вообще происходит? Не знаете? Вы вообще, ну не знаете, да? Он уходит каждый вечер на каток. Компьютера сейчас дома нет. Теперь у нас взялся за каток и все, что угодно может быть, пока я на работе. Ну как-то же он, да, взялся. Ну как-то же он... Посмотрите, здесь действительно 102 тысячи. Ребята, я хочу, чтобы вы видели, да, что я не стал присваивать себе эти деньги. Я не такой человек. Я хочу, чтобы мы все в этом мире были добрые по отношению друг к другу и возвращали деньги. Здесь реально 102 тысячи. Я их себе не возьму, Ирина. Пусть они будут у вас. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это будет нам большим уроком. И знаете, что я сейчас подумала? Я подумала, что может быть, ребенку больше не хватает мамы и может больше времени с ним проводить. Ирина, я смотрю на вас и думаю, что вы очень хорошая женщина и в первую очередь очень хорошая мать. Ну такой вот у него сейчас, наверное, возраст. Я не знаю. Ну, главное, себя не вините. Деньги на месте. Следите теперь за ними как-то, может быть, поговорите с ним. Я не знаю. Но все бывает. Не переживайте, я считаю. Главное, деньги на месте, по крайней мере. Хотя мы начнем с этим. Знаете, что я, наверное, сделаю? Хоть мы и копили на определенную вещь какую-то. Я, наверное, возьму эти деньги и мы проведем с сыном. Хорошо эти каникулы новогодние. Может, куда-то съездят. Может быть, что-то хорошее купим. Попробуйте. Вы не просите, что я снимаю? Я могу это вырезать, не вставлять. Если вам неприятно, если вы не хотите, чтобы... Нет, спасибо вам большое, что вы нам это все вернули, принесли. Спасибо большое. Не за что. Это так должно, я считаю. Это не долгому. Это так должно быть. И смотрите, компьютер теперь у вас. Что вы будете с ним делать, наверное, решайте вы. Как-то не помогло наше с вами решение отобрать с ним компьютер. Наверное, как он будет теперь играть еще? Что вы? Я не знаю, что вы. Как вы решите? Может быть, не надо его теперь ограничивать. Но, в общем, я оставляю это вам. Если что, что-то будет, пишите, звоните. Мы попробуем решить. С наступающим вас Новым Годом. И пусть деньги будут у вас. Спасибо большое. Все, я поеду, наверное, для вас. Да, я поеду дальше, наверное, искать. Все. Ему желаю удачи. И особо, наверное, вы не ругайте. Все-таки он ребенок. Все, давай, я пойду. Вы меня проводите, да? Да. Сделайте, провожу. Что ж, ребята, вот такое у нас получилось путешествие. Я считаю, что сейчас Новый Год. Вообще все мы люди должны оставаться человечными. И я ей вернул эти деньги. Тем более, это ее деньги. Пусть они с ней будут. Пусть у нее будет хорошее предновогоднее настроение, друзья. А я ищу всех гриферов и всех плохих ребят. Вот здесь, на своем севере Сижурка. Смотрите, у нас куча новогодних подарков. Это предновогодний ролик. Поэтому здесь стоит елка, да? Смотрите. Вот здесь стоит Дед Мороз. Вот здесь стоит сам я. Вон, Эндермен. У нас здесь куча ребят на спауне. Вот мы здесь все летаем. Приходите, заходите. У нас можно получать админки бесплатно. Участвуйте в ПВП-сражениях. Ловите гриферов. Помогайте в их поиске. Сажайте их в тюрьму. Все есть на сервере Седжук Крафта. Айпи в описании ролика. Снимайте ролики антигрифер-шоу. Снимайте ролики. Вот. Вот для вас привилегия. Сейчас Новый год. И предновогоднее настроение. Поэтому скидки будут, думаю, каждый день. Все новогодние праздники. Поэтому заходите. Воспользуйтесь моментом. Становитесь владельцами. И снимайте. А я вас благословляю на съемку своей золотой кнопкой YouTube. Посмотрите. Золотая кнопка YouTube. Еще кто не видел у меня. Презентед Седжо. Смотрите. За миллион подписчиков. Все это благодаря вам, друзья. Благодаря вам я получил эту кнопку золотую. И я вас, так сказать, благословляю на съемки. На поиски гриферов. И чтобы вы снимали. И чтобы у вас вообще все было в новом году хорошо. Айпи в Санниролька. Заходите. Ставим лайки маме за то, что она офигенная. И надеемся, что грифер исправится. Все спасибо, друзья. Друзья, заходите на сервер. Буду всех ждать. Вот я, вот я, вот. Ой, куда-то нажал. Давайте. Заходите. Я пошел дальше искать, короче, гриферов. Все, давайте. Всех жду. Всех жду. Айпи вот там внизу. О. Заходите. Субтитры сделал DimaTorzok